Девушки отдыхают Такую метель и холодину приспичиваем туда переться Не знаю Бабушку, как самую старшую, оставили дома на хозяйстве Присматривать за младшими братьями и сестрами Носить дрова, воду, топить печку Родители сказали, что на утро следующего дня вернутся Попрощавшись с дочкой, они уехали И вот наступила ночь Лежит бабушка на печке и слышит Воет под самым окном Она тогда испугалась сильно Думала, что волк пришел Волки для взрослого-то человека страшно А маленькая девочка, которая дома одна Это и подавно Время было голодное Нечего было есть ни волкам, ни людям А под окном все воет, воет И бьется, и стучит Бабушка слезла и подошла к окну, чтобы глянуть Выглянула осторожно из окна и никого не увидела А она воет, будто бы плачет Метель заметает и никого за окном нет И тут бабушка поняла, что это ни разу не волк И еще больше перепугалась от этого Рассказывала, что залезла на печь и в страхе стала читать молитвы, какие знала кое-как Тогда молитвы и всякая церковная атрибутика вообще были не в почете Время было безбожное Поэтому то ли она уснула То ли, что плакала за окном, само перестала В общем, проснулась она утром За окном солнце, небо ясное Снег искрится, родителей нет Не приехали они и под вечер, и ночью И на следующее утро не приехали Малые уже плачут, где тядька с мамкой Сельчане начали искать Искали Узнали, что в городе они были И выехали обратно уже под вечер А в деревню не вернулись Потом, через две недели, нашли их в поле Занесенными сугробом Обглоданными то ли волками, то ли медведями до костей И лошадь неподалеку Так и лежала в санях Видно, в буран сбились с дороги И застряли в снегу в поле Замерзли насмерть Бабушка связывала смерть родителей С воем под окном в ту южную ночь Она говорила, что кто-то невидимый Таким образом плакал о судьбе родителей И оставшихся сиротами детей Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok